Ну что ж, добрый день всем, возможно даже вечер, возможно ночь. Давайте вот без лишних историй, предусловий, вот этого вот всего прочего мы перейдем на вот... Ну, понимаете, Black Rush показали новые посты ДПС. И казалось бы, то есть показали и показали, зачем тут отдельная новость? Но я вот, знаете, я уже такой обремененный что ли опытом всех вот этих вот новостей по Black Rush, я могу вам кое-что подсказать, рассказать и прочие вещи также сделать. Black Rush практически никогда не выпускает какое-то такое, знаете, одно обновление. То есть такого вообще не бывает никогда. Чаще всего, когда она что-то показывает, когда она о чем-то рассказывает, когда в новостных сообществах об этом пишут за деньги, они скорее всего готовятся к открытию нового проекта. Это вот лично мои задумки, то как я все это сам вижу. То есть они собирают большое количество всех вот этих вот новостей, того, что там есть вот новые посты ДПС, есть какие-то вот эти вот прочие вещи, может быть машины, может быть там новое меню, может быть там вот это вот все прочее. И они все это собирают, подогревают интерес, так сказать. И когда интерес уже максимальный, чуваки такие, блин, да когда же вы все это выпустите, когда все это будет в самом деле? Они как делают? Они открывают новый сервер, и на нем вот все это уже присутствует. Чуваки и на новый сервер заходят, и одновременно обновление новое смотрят, и в целом типа такие кайфуют, лол, серьезно. То есть это гениальная маркетинговая вообще стратегия заманить людей на свой новый сервер. Допустим, вот как я говорил в предыдущем видеоролике, если ютуберов не будет хватать, если их вообще не будет, если уже всех скупили, при том, что они вроде как появляются каждый день, как на дрожжах, дрожжах, на всех прочих вещах. То есть даже несмотря на все это, все равно, ну вот это заставляет людей зайти, хотя бы посмотреть, что там было. А так как все остальные сервера вроде как забиты, и там уже есть какие-то свои вот эти вот мажоры, какие-то вот эти вот все богачи, которые скупили все бизнесы, все симки, непонятно, что вообще делать, то вот происходит так, что человек, о, зайду-ка я на новый сервер, может быть, я там даже задоначу, и может быть, я там даже что-то дословлю. И, то есть, это гениально. Я вообще, я не знаю, как они вообще-то нечто подобное делают. Я типа, зачем, откуда, как вы до этого догадались? Типа, вы сами до всего этого дошли, серьезно? Потому что мне кажется, что, скорее всего, вам кто-то подсказал все это. И я прям, я не знаю, я настолько без понятия. Ну ладно, есть и вторая новость, о которой я вот все это сделал. Что, зачем? Ладно, есть следующая новость, о которой я также хочу вам все это рассказать, показать и прочие вещи также, возможно, сделать. Основатель Блэк Раша показал новые контрольные пункты на проекте. Мелочь, а приятно. И знаете что? То есть, в самом деле, они начали вот стакать все эти обновления. То есть, в одну кучу их загребать. Мол, там вот этот вот пост ДПС. Потом вот этот вот контрольный пункт. То есть, они все это загребают в одну кучу. Но сейчас они все это не выпускают. То есть, они просто показывают, говорят, вот у нас будет вот такое вот. Вы сможете вот этим вот всем воспользоваться. И в целом, типа, вот на все это посмотреть. Как лично мне кажется, что вот именно так оно все и будет. А потом, когда они уже будут открывать новый сервер, они туда сразу все это и сделают. Одновременно на все сервера и еще и на это. Я бы, знаете, как сделал? Я бы сделал эксклюзивно, что все новые обновления, они сначала выходят на новом сервере, а потом уже переходят на все остальные. Типа там, знаете, как бета-тест или вроде того. Хотя мне кажется, что новые сервера, они и так испытывают такую, знаете, нехилую нагрузку во время всего вот этого вот открытия. И как лично мне кажется, это уже такие, знаете, намеки на то, что новый сервер будет. Однако, я еще ничего не знаю. И может быть, ничего такого не будет. И мои предположения, они просто абсолютно точно беспочвенные. И какого-то особого смысла во всем этом нет. Поэтому, как бы, ну, я даже не знаю, если честно. То есть, вот есть вот такое, вот есть вот такое. Вот, типа, ладно, хорошо. Две этих новости я обсудил. Там все хорошо, там все замечательно, там все круто и так далее. Ладно, все. То есть, что еще нужно, я, если честно, не особо понимаю. Поэтому, ну, как бы, на этом можно уже, я думаю, и закончить, как бы, IP Black Rush. Ой, вернее, ссылка. Вот, я постоянно хочу сказать IP, потому что я до этого всегда рекламировал сервера по GTA Sam, по которым просто вот таки по IP-шнику ты заходишь. А тут же нет. Тут же, вот, понимаете ли, ты скачиваешь лаунчер, и потом заходишь на проект, на сервер, на все прочие вещи. И там вводишь вот этот вот мой промокод, хэштег ZDS, потом вводишь мой никнейм, Данила КПРФ, потом заходишь на 11 сервак, и там все уже вот это вот делаешь на 11, по-моему, да? Да, да, 11 индиго сервак. Вот, я, как бы, снимал геймплей на нем. Я все делал на нем, если вас все это заинтересовало, то, разумеется, можете зайти и со всей этой информацией там ознакомиться. Новый видеоролик выйдет завтра, я надеюсь, что в 20.00, поэтому подписывайтесь на канал с колокольчиком, либо там отписывайтесь, переотписывайтесь, делайте прочие вещи, и в целом там все вот это вот так же сделайте. Всем спасибо за просмотр, всем пока, и, наверное, до свидания. Типа, что еще может быть не особо понятно. До свидания и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова